Алиса, включи телевизор. Привет, это Прот. Мы находимся в Китае на заводе, где собирают материнские платы для телевизоров. И, как вы, наверное, уже догадались, в этом выпуске речь пойдет про ТВ-станцию. Зачем Яндексу свои телевизоры? Как мы их придумали? Обо всем расскажем, но по порядку. Поехали! Андрей, привет! Расскажи, пожалуйста, зачем вообще Яндексу вдруг понадобились телевизоры? Мы к этому методично и долго шли. Если посмотреть, в 2018 году была первая станция, которая к телеку подключалась. Потом была станция Макс, потом был модуль, потом был умный телевизор с Алисой. То есть план завести Алису в телевизор, он был примерно всегда. Алиса и Яндекс.Станции научили нас офигенно делать голосовые технологии. Мы очень хорошо распознаем речь, мы хорошо умеем ее синтезировать, мы умеем делать классную акустику, мы умеем делать классный промышленный дизайн. Поэтому стало понятно, что мы можем сделать что-то новое. Алиса, поставь колыбельную. Включаю колыбельные для детей. Алиса все сделает, даже если телевизор выключен. Алиса, будильник на 8 утра, пожалуйста. Нет проблем, ставлю будильник на 8 утра. В общем, продукт построен вокруг тысяч жизненных ситуаций, в которых оказывались мы сами. Мы взяли телевизор и занесли туда все, что умеют Яндекс.Станции. Она меня будет. Ребенок спрашивает, какая погода, пытается доделать какие-то уроки. Алиса, где находятся каменные скульптуры лиц? Каменные скульптуры лиц находятся на острове пасхи. Пришел вечером, посмотрел сериал, я поиграла в игры, ребенок посмотрел мультики, поставили будильник, легли спать. У нас получилось сделать устройство, которое приносит пользу 24 часа в сутки. Телевизор – это самое знакомое пользователю устройство. Там, если посмотреть на статистику, практически у каждого дома есть всего два продукта – холодильник и телевизор. Поэтому ты, когда делаешь продукт с существенным изменением продуктовых сценариев, есть такой риск, что не пойдет, не полетит. Всегда есть риск того, что пользователи скажут, слушай, зачем? Но вот теперь уже цифры точно все расставляют на свои места. Действительно, там абсолютное большинство людей ежедневно обращаются к телевизору голоса. 80% сессий, которые пользователи делают, они с голосом. Казалось бы, какая-то специфичная штука, очень непривычная всяктура для российского рынка. А люди это понимают и пользуются. Алиса, какая завтра погода? Завтра в Санкт-Петербурге утром ожидается слабый дождь. Напомни мне взять дождевик в 8.30 утра. Поставила напоминание взять дождевик на завтра в 8.30 утра. Алиса, продолжи играть. Алиса, включи синюю подсветку. Включи фильм номер 10. Алиса, перемотай на 15 минут. Мне нравится, что она показывает на экране погоду на всю неделю. Очень удобно. Сделай температуру кондиционера во всех комнатах 25 градусов. Выключи свет в гостиной. Сколько я ходу в офисе? 19 минут на машине или 29 минут на транспорте. Алиса, включи плойку. Алиса, громко с 50. Мы приготовили для вас отличный майс. Закажи продукты из лавки. Что закажем? Батон хлеба и молоко из лавки. Добавила в заказ. Алиса, передай сообщение в детскую комнату. Лера, пора спать. Готово. Я не буду спать. Для того, чтобы хорошо отвечать на запросы пользователя, хорошо голосовать телевизор, нужно сделать так, чтобы Алиса понимала, что видит сейчас пользователь. Ведь смотри, например, я говорю какую-нибудь команду. Включи 5. Если я на экране с ТВ-каналами, включи 5, должно включить Петербург 5 канал. Если я на экране с каруселькой из 5 айтемов, нужно включить 5 айтем. Если я просто где-нибудь, я не знаю, на скринсейвере, скорее всего, нужно сходить в интернет и поискать такой фильм или ролик с таким названием. И вот это, мне кажется, то, где важно применить все современные технологии, чтобы думать за человека. О каких-то вещах, которые человеку не нужно думать, потому что у него много других забот. У тебя нет ощущения, что ты превращаешься в Сергея Юрьевича Белякова, в моего тезку, из того старого доброго ситкома, который мы все когда-то смотрели. Хоба! Наконец-то! Слушай, ну это же прекрасно. Если ты ведешь себя так ежедневно, значит, тебе это комфортно. Пульт, конечно, в комплекте есть, потому что до сих пор есть какие-то кусочки дел, которые пультом можно делать. Кому-то удобнее пультом, и это нормально, и поэтому пульт работает. Мне кажется, когда ты даешь людям возможность сделать и так, и так, это, в принципе, хорошо. Пульт же тоже такая штука, ему там, я не знаю, 70 лет. Первый телевизор с пультом появился в 50-х годах. А до этого все вставали с дивана и переключали каналы. Наверное, какое-то время оно поживет вместе, а потом, я думаю, что какие-то естественные интерфейсы все-таки победят. Кстати, телевизор может найти пульт, если ты его потеряла. Алиса, найди пульт. Позвала пульт. Он сейчас отзовется. Слушайте. Заморгал. Привет, мы в Китае, в том месте, откуда начинается сборка полного цикла телестанции. Сейчас мы на линии поверхностного монтажа, на которой происходит сборка материнской платы. Пойдемте покажу. Сборка печатной платы начинается с того места, где на текстолитовой заготовке наносится паельная паста. На эту пасту потом будут устанавливаться компоненты, и в печке компоненты будут припаяны к плате. Здесь автоматические установщики с огромной скоростью ставят компоненты на печатную плату, после чего они отправятся в печь на пайку. После печи платы обязательно проходят в станцию автоматической оптической инспекции, в котором проверяется, что вся пайка выполнена качеством без дефектов. Здесь происходит внутрисхемное тестирование. Это специальные стенды, на которых проверяется весь функционал, все электрические узлы платы, порты ввода-вывода, качество компонентов, после чего готовая плата с прошивкой попадает на следующую фабрику, в которой ее установят в ТВ-станции. Мы сейчас в самом начале сборочной линии. Сегодня здесь собирают ТВ-станцию 50 дюймов. В этом автомате устанавливаются специальные пластиковые поддерживающие элементы, которые будут держать рассеивающую пластину, через которую светодиоды будут создавать белую подсветку. А здесь самая важная часть. На собранный сэндвич подсветки устанавливают жидкокристаллическую панель, на которой будет формироваться изображение. Дальше мы до-собираем рамочку телевизора. Затем телевизор переворачивается и подключается остальная электроника с самой жидкокристаллической панели. И телевизор покидает особо чистую зону и идет дальше в цех дальнейшей сборки. И уже здесь начинают прикручивать все остальные печатные платы, подключать недостающие шлейфы, ставить динамики, подключать провода и так далее. Дальше телевизор перекладывается на специальную палету. Там он включается и отправляется на линию прогрева, где он работает почти сейчас. И после этого отправляются на линию автоматического тестирования, на которой запускается специально разработанное нами приложение, проверяющее все основные функции в автоматическом режиме. А это специальная темная комната, в которой оператор проверяет наличие дефектов на экране. После проверки косметических дефектов он отправляется вниз на линию упаковки. И вот последняя лента скотча наклеена на коробку, и уже в таком виде она попадет в магазин. У зрителя будет вопрос, так значит вы просто приходите и лейбл делаете, да, где Яндекс, и может быть что-нибудь там заливаете на флешечке операционную систему, бац-бац, и в продакшн. Разве этот миф? Начну с самого простого. Для того, чтобы телевизор хорошо слышал, надо немножко поменять, на самом деле, немножко в кавычках, вообще всю его конструкцию. У нас была задача сделать так, чтобы Алиса слышала так же хорошо, как в станциях. Для этого мы очень долго работали с конструкцией телевизора, потому что станция — это маленькая коробочка, телевизор — это большой прямоугольник, который при больших громкостях начинает вибрировать, и все эти вибрации уходят в микрофон. Для этого пришлось улучшать конструктив, добавлять дополнительную изоляцию и делать фокус на именно слышимость микрофона. Алиса, выключи телевизор. В какой-то момент мы стали там проектировать даже динамики, потому что вот станция ПРО, она очень тонкая, там 3,7 миллиметра. Чтобы случилось хорошие басы, нам пришлось там разместить сверхплоский буфер, это низкочастотный динамик. Даже материалы, из которых он сделан, были придуманы и рассчитаны там с учетом нашего модулирования. Мы в безэховой камере. Здесь проверяются акустические параметры ТВ-станции. В абсолютной тишине телевизор проигрывает специальные звуки, по которым мы можем определить, насколько хорошо получилась акустическая система. Мы накопили огромный опыт в настройке звука при разработке станций и применили его в создании ТВ-станции. И благодаря измерениям, полученным в этой комнате, нам удалось создать такую акустическую систему, которая будет звучать классно в любом помещении. Алиса, включу музыку. Включаю. Колонки на самом деле, динамики хорошие. А еще можно подпевать и сказать. Алиса, покажи тех песен. Я люблю смотреть фильмы, сериалы на высокой громкости, с такой легкой имитацией кинотеатра. Я думаю, что качество звука оценили даже мои соседи. У нас был такой достаточно большой холивар внутри команды. Стоит ли нам делать картинку в стиле китайцев-корейцев, где она яркая, но не реалистичная, и натуральной. И мы прям осмысленно пошли в естественные цвета. Потому что одно дело, когда совершаешь этот выбор на полке, и вот в этот момент телевизор должен там кричать и орать, какой я классный и так далее. С другой стороны, взгляд устаёт, если ты ежедневно смотришь, там, не знаю, ультра-лаймовые цвета там футбольного поля. В тот момент, когда мы обнаружили вот эту разницу, мы реально прям стали искать в стране людей, которые профессионально занимаются цветокоррекцией. Моя любимая байка, когда вышел Джон Вик, мы же тогда уже во всё сделали, там есть сцена, где он входит в метро. И там в сцене красная лампа. И на разных телевизорах там совершенно разное лицо. Когда-то он пересвеченный, когда-то он ещё какой-то. Вот с этим были такие муки. Все телевизоры по всем дюймам предварительно мы стараемся откалибровать по нашему стандарту. После этого мы проводим ряд тестов, сайд-бай-сайд-тестов. Мы набираем разных людей внутри Яндекса, из дне Яндекса, и сравниваем телевизоры как наши, так и другие на рынке. Нам эстетически хотелось, чтобы телевизор не висел чёрной коробкой. Мы хотели, чтобы телевизор жилища украшал. И мы, мне кажется, попытались из прямоугольной коробки сделать то, с чем приятно находиться в комнате. Мы разработали дизайн собственных ножек, посмотрели на все готовые решения на рынке, поняли, что всё не подходит ДНК нашему бренду. Поэтому наши ножки светлые, и как у всех конкурентов чёрные, и они особо не перетягивают на себя внимание. Они эстетичные и красивые, но при этом показывают, что есть главная ценность продукта. Всё-таки это наш экран. Форма этих ножек, она существенно рассчитана для того, чтобы телевизор стоял устойчиво, даже его там можно немножко ткнуть. У меня есть прям такой Watson-тест. Значит, на YouTube запускаешь ролик с рыбками, кот начинает дубасить лапой. Вот, естественно, если телевизор не шатается, значит, всё хорошо. Для нас важно, чтобы человек подумал о том, что мы о нём подумали. Всё должно быть понятно и интуитивно. Человек должен как бы открыть, почувствовать лёгкость при старте. Очень было важно, чтобы при распаковке этот человек, во-первых, знакомился с нашим продуктом, было комфортно и чтобы он удобно доставал. Ребятушки, это unpacking. Мы решили посмотреть, что же такого ребята запрятали в эту коробочку. Давайте же посмотрим, что там внутри. Начнём с коробки под цифрой 1. Вау! Здесь пульт, кстати говоря, уже в пакете. Кабель питания, инструкция, тряпочка. И то, что меня удивило с первого взгляда, это карандаш. И тут написано, что карандаш пригодится при установке кронштейна. Ребят, ну это очень мило и очень круто. И есть ещё одна деталь. Это шестигранник для установки ножек. Вот он-то нам и понадобится. Открываем коробку 2А. На встречах вот такая вот наглядная инструкция в стиле Икея. Здесь есть винты. И есть вот такие вот две космические, как нас заверяли ребята, ножки. Вау! Первая ножка. И повторяем наши движения. Легко и непринуждённо. Тяжёленький. Ну такой, на самом деле, справиться можно. Верхний угол имеется. Вау! Давайте подключим наш телевизор. Кобелёчек. Ну что? Логотип Алисы. Что хочется отметить? Ну, ребята не обманули. Действительно, богатая поставка. И это действительно классная штука. По крайней мере, с точки зрения пакинга. На самом деле, тебе любой маркетолог ответит. Самым эффективным способом отличиться — это эмоциональный способ. Ты должен удивить человека. Отсюда вырезала вот эта упаковка, там, начинка и так далее. Но первые чувства всегда проходят, да? Соответственно, дальше возникает вопрос о твоём ежедневном использовании. Можем ли мы тебя удивить каждый день? Яндекс — это технологическая компания. Мы делаем телек не ради того, чтобы, собственно, телек был, а ради того, чтобы на нём были наши сервисы. Поэтому мы железо заложили, ну, завтрашнее, если не послезавтрашнее. Мы прекрасно понимаем, что, во-первых, там запаса, там, не знаю, вычислительной мощности, там, памяти и прочее-прочее хватит на несколько лет наших хотелок. Мне кажется, что в данный момент телевизоры неплохо уперлись по железу. Они явно за последние лет не меняются сильно. И следующий шаг — нужно будет упираться в софте. Моё мнение, что телевизоры будут обрастать ассистентами, сервисами и так далее, они будут становиться больше похожими на телефоны. И в целом вот вся эта мультимедийная техника будет ближе к телефону. Чем становится умнее Алиса, тем лучше становится телевизор. Мы верим, что Алиса — это тот виртуальный ассистент, который в целом меняет твой образ жизни, то, каким образом ты взаимодействуешь с сервисами, со своим умным домом. Но телевизор — это то устройство, которое есть у каждого первого дома. И для нас это именно тот способ, каким образом мы попадём в те дома, в которые мы не могли бы попасть с умной колонкой, и даём дополнительный опыт для тех домохозяйств, где умная колонка уже существует. Ты можешь по-новому выстроить опыт взаимодействия с Алисой. Раньше она говорила голосом, а теперь она помимо голоса может тебе показать фильм, показать визуальную погоду, как она выглядит. Мне лучше увидеть это раз, чем услышать. И в этом месте Алиса в телевизоре немножко другая. Она как будто бы полезнее становится. К любимым штукам мне очень нравится делать такое. Это поражает вообще всех друзей. Ты подходишь к выключенному телевизору с чёрным экраном, и говоришь, запусти пылесос. И телевизор тебе говорит, запускаю. Ты такой, телевизором запускаешь пылесос. У бытовой техники появилась иерархия, кто тот самый главный. Алиса, запусти пылесос. Понятно, за пылесос со мной разговаривал. Мой любимый сценарий – это, Алиса, включи что-то на выключенном экране. Так бы мне нужно было включить телевизор, найти контент, нажать на неё, он бы загрузился и так далее. Здесь я могу просто сказать, Алиса, включи смешариков. Алиса, скажи что-нибудь приятное для подписчиков Яндекса. Дорогие подписчики Яндекса, вы лучшие, и я очень рада, что вы со мной. Алиса, выключи телевизор.